так потихонечку включаемся так мне нравится такое оповещение мы начинаем и доведомлять ваших подписчиков о начале прямого эфира ну и замечательно что начинают здравствуйте ну это же как обычно всем здравствуйте меня видно и слышно надеюсь меня видно меня слышно так у нас в принципе достаточно уже количество здравствуйте девчонки сегодня четверг 2 часа дня даже уже две минуты 3 значит мы обычно по четвергам в два часа проводим нашу встречу в которой мы пытаемся вернее я пытаюсь показать вам несколько дизайнов на ту или иную тему и сегодня в нашем задании будут наконец-таки использоваться новогодние декорации потому как уже до декабря месяца до зимних вариантов дизайна в работе у мастеров остается все меньше и меньше времени я такой знаете старый мастера не особо люблю забегать вперед конечно нужно наслаждаться жизни сегодня и сейчас но классно когда мастера в работе будут подготовлены да и как бы быстро 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 выполнять дизайны в своей работе тем самым как бы увеличивать свою свою скорость в работе и например чтобы заработать много-много денежков принять не три-четыре клиента опять шесть клиентов вот но при этом как бы попытаться удовлетворить любые желания клиентов итак сегодня четверг сегодня у нас 24 ноября 2 часа дня и мы с вами сегодня будем делать новогодние дизайны так ну я опять как всегда немножечко набросала такие вот варианты это будем говорить скоростные варианты это будем говорить быстрые дизайны да для опоздавших клиентов дизайны со скоростью феррари дизайны для тех мастеров кто не особо заморачивается с рисованием и можем с вами и имени исключения тоже вышли красивые декорации сегодня бы сделать вот такие вот дизайн здравствуйте все соединились слышно все хорошо чонки сегодня с вами я как люгина город ростов на екатерина мишниченко я являюсь инструктором вот и по четвергам в мою в мою работу в ходе также провести мастер мы с вами будем делать какие-нибудь парочку антов ну и так как и просто на чем чипс тип содержится девчат там такая липучка у нас это как же она называется масса фикс такая как пластик который не оставляет дофт ну вот и получается что так планшетки так вот эфира репляю просто на очень удобно это при здравствуйте не спрашиваю очень удобно и пытаюсь сделать показать это мы говорим сейчас что тип совмести такие вот как власть вместо и называется вот фикс продается в ростове-на-дону в сетевых магазинах лента зебра может это на каких-то найти может а еще точно ваша не видите вот ашан магазин ашан и вот зеленая упаковочка и тоже вот такие пасти по постил очки они как-то они позиционируются тоже вот видите ну короче как-то на и странном языке но в любом случае такая масса для фиксации вот именно на такую штучку можно клеить видите вот в ашане вот такая зеленая упаковочка висят обычно там где канцелярские товары где скрепки где скотч и так далее и вот как бы очень удобно крепить типсики вот на такую штучку дрючку это кто-то не спросил в эфире на как держаться типсы заикается эфир здравствуйте так надеюсь сейчас все восстановится потому что интернет работает все хорошо так ну и надеюсь что сейчас все восстановится так ну и что мы сегодня с вами будем в работу да что мы будем с вами в работе использовать ну во первых конечно же декорации которые вышли вот специально к новому году это такие вот объемные картинки на л-крус 5d лесная сказка номер 38 видите тут всякие птички коньки веточки и так далее тридцать девятый номер скандинавский сканди стиль немножечко в другом цвете в желтом таком коричневом зеленоватом очень красивые стильные такие штучки дрючки так с камушками вариант видите вот такие подарочки шарики и так далее волшебное настроение номер 8 она отличается тем что тут вот объемные только вот как камушки камушки как стразики вот тоже как бы с камушками стразиками зимние мотивы номер 7 видите вот такие тоже интересны тоже когда покрываешь топом убираешь лишний топ с камушков они получаются объемные при этом еще и блестят так и три вида шарми кончиков смотрите это вот такой вот это наклеечки да если до сих пор мы показывали именно слайдеры так моменты праздника 227 звездочки шарики надписи елочки вот такие схематичные это наклеечки да то что можно просто взять снять с носителя наклеить так это у нас природный паттерн это у нас такие видите веточки веточки золотые белые черные в золоте в серебре тоже прикольные такие зимние штучки дрючки так ну этот мне больше всех нравится новогодний декор потому что прикольно знаете вот одним цветом покрыл прикрепил посерединочке цепочку с колокольчиком шариком и все и больше ничего не нужно причем можно подобрать под любое покрытие так вот я просто пытаюсь до связь пропадает и сейчас надеюсь что наши специалисты посмотрят ваши сообщения и попытаются наладить чтобы мы не прерывались так значит получается у нас три вида наклеечек да видите в золоте в серебре черные белые так ну в принципе немного их на самом деле вот и самые главные герои конечно сегодняшние наши встречи это будут девчата цветные базы цветные базы я тут пыталась покрыть сейчас перед началом эфира хотя бы одну чтобы было понятно эйсбэйс я думаю что многие из вас встречались с этим материалом так зрительно вот я не буду их очень много я просто взяла так вот выборочно например номер вот вот взяла чтобы разные были совсем светленькие серенькие сиреневенькие связь хорошая слава богу где такие можно приобрести где такие можно приобрести это можно зайти на сайт эйсбэйс можно зайти просто найти в поисковике через яндекс через google и мешоп и можно купить через интернет либо представителей в городах так значит мы с вами будем работать сегодня с эйсбэйс что такое эйсбэйс это цветные базы гель-лаковые их у на самом деле как бы много я просто выбрала все эфире невозможно понять показать поэтому выбрала такие цвета которые ну чтобы они были разными то есть вот например 002 до допустим и вот например тип секи видите то есть место цвета использована база база то есть моделировали ноготь базы и сразу сверху добавляли декор то есть вот этот вот сиреневенький такой вот легкий легкий такой вот очень пусечный такой вот цвет цвет принцессе шум ну вот значит мы его используем именно как цвет покрытия то есть можно будет делать быстрый дизайн и еще быстрее то есть вы грубо говоря будете задавать цвет с помощью цветной базы вы будете моделировать ноготь сразу базы а потом можно просто тупо сверху закрыть топом и получается что вы минуете именно декоративное покрытие вы моделируете цветной базой закрываете топом все то есть вы будете увеличивать скорость вашего конечно же дизайна моделирования и так далее и так это вот база номер два база номер четыре например да серенький цвет это вот следующие две типсинки видите вот серенький цвет на базе 0004 вот такой вот нежный нежный серенький цвет сразу можно превратить в цветное покрытие которым используем да вот в новогоднем нашем сейчас вот параде например пятерочка видите пятый цвет пятая база цветная видите вот они две две типсинки этот пятый то есть как бы сразу мы бы моделируем с вами ноготь сразу и задаем цвет ну и вот такой вот выбрала еще из всего множества например седьмой номер смотрите это вот такой вот красивый неоновый цвет видите база номер семь и сразу задаем цвет то есть моделируем цветной базой ноготь за счет этого увеличиваем скорость до в нашей работе так ну например понятно что сейчас она вы бы есть и лайки и декорации спасибо большое виктория надо посмотреть спасибо какая красота ленточку красную на верхнем ряду третий типс где можно купить третий типс ленточка девчат это дик это сделано с помощью стемпинга и мы тоже задействуем спасибо за вопрос мы задействуем пластинку новогоднюю от эми сейчас я пока в сторону уберу пластинку новогоднюю от эми сейчас я попытаюсь быстренько достать новогодняя пластиночка и вот вуаля вы можете вот она ленточка и вы можете сделать ее абсолютно любого цвета ну мы сделаем красненькую да допустим с помощью просто красного лака красные пасты вообще любой гелевой краски которая вас будет под руками так пластинка новогодняя до для стемпинга серая очень красивая база да согласна с вами вот ну и давайте мы потихонечку начнем потому что времечко нас прям вот берет и покидает очень быстро идет так время же 15 минут да действительно надо быстренько ускориться и давайте мы с вами сделаем как бы значит покрытие базы ну что хочется сказать про цветные базы сейчас я их все распакую из коробочек значит это это гель лаковая база да она имеет цвет значит ну чем хороша эта база да ну мало того что конечно же увеличивает скорость работы хороша она тем что она имеет очень жесткий каркас очень жесткий каркас это я не могу сказать что эти базы очень густые нет они отличаются они даже чуть-чуть жиже если взять медиум базу до такой средней вязкости или уж тем более макси базу дело в том что они очень высоко под не пигментированы этот высоко пигментированные гель лаки они не так быстро просыхают как прозрачные гель лаки до в лампе и за счет этого как бы если например их сделать очень густыми изначально то они будут плохо просыхать если например лампа будет у мастера новая мощная то конечно высохнет а если как был мастера как правило работу со своими лампами да не особо заглядывают там на свои лампочки и меняли их давно поэтому как бы все таки sbs до цветной базы рекомендуем наносить не толстым слоем не надо толстым не просохнет зачем рисковать лучше пройтись дважды например 1 смоделировать просто для плотности цвета как бы нанести 2 тонкий слоем с этими моделирования то есть вы когда пиачиваете ручку да вы как бы пытаясь моделировать пытаетесь укрепить стрессовую зону и за счет этого будет очень хорошее стояние и это таким довольно таки гель-лаки очень жесткие очень плотный цвет очень плотный даже если вы например будете наносить цвет например цветную базу наносить допустим при коррекции будете снимать старый материал и будете перекрывать каким-то новым цветом то вы знаете как бы они настолько плотно даже перекрывают друг друг другу скажем так вот поэтому как бы можно даже перекрыть и говорят что типа неудобно что приходится снимать весь материал на самом деле это не про вот эти цветные базы на самом деле можно даже не не спиливать всю предыдущую базу да можно просто перекрыть один цвет другим цветом так спасибо большое наталья вы огромное молодец обожаю ваши эфиры спасибо большое ирочка наталья у меня не получается и покрывать у кутикулы толстая выходит гелем легче я знаете как бы когда не вопрос я например тоже старый мастер и не особо мне все-таки легче смоделировать ногой допустим гелевой системы или кригелевой системой нежели гель-лаком но смотрите значит нужно просто как бы первый слой вот я сейчас просто нанесла еще ничего не сушила значит наносите первый слой очень толк очень очень тонко очень тонко снимая все излишки вот все я все сняла кисточку отжимаю во флакончик наносим очень 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 тонким слоем не просушивая не просушивая набираю на кисточку чуть более жирную капельку и аккуратненько не подводя близко к кутикуле начинаю аккуратно моделировать до такими элементами моделирования аккуратненько по центру не просушенного первого слоя начинаем добавлять чуть больше да вот как бы моделируем пытаемся смоделировать не подходя близко к валиком не подходя близко к кутикуле затем переворачиваем ручку пальчик клиента переворачиваем простите за не очень приглядный вид сейчас типсы так переворачиваем и можно взять как бы тоненькую кисточку какую-нибудь так переворачиваем форме сформировался изгиб и аккуратненько аккуратненько чтобы поправить блик тонкой кисточкой все поправили и просушиваем и просушиваем так это серенький у нас до цвет и давайте сделаем например номер пятый номер пятый я сейчас конечно же типса понятно что с типсой работать легче чем с живым человеком да но всегда в принципе одно и то же правило эти гель лаки не делали у я уже сказала очень густыми потому что если бы они были гуще они просто бы не просыхали поэтому они такие не очень густые скажем так не могу сказать что они конечно как sbs жидки но не очень густые и даже если например у вас не получается моделировать просто наносите тогда с элементами моделирования то есть тонкий слой нанесли ручку перевернули немножечко из изгиб сформировался просушили и потом точно также сделали второй раз и тогда как бы точно точно все получится то есть в два слоя я вот просто как бы по первому не просушенному наношу с элементами так моделирование переворачиваю ручку да вот сейчас вот лена пишет база очень жидкая да цветные базы они всегда жиже чем классические обыкновенные базы потому что из-за колли большого количества пигмента нужно стараться это все делать очень быстро не наносить жирный слой с торца снимать чтобы не с ней все вот я смотрю так и просушиваем я чуть раньше сделала базу номер 7 видите вот такую красненькую так это база номер 4 сохнет у нас база номер 5 и давайте еще до полного счастья покроем еще базой номер 2 тонким слоем вот лена сейчас пишет на самом деле как бы конечно же надо еще на всякий случай может быть лампу проверить да потому что может быть лампа изношена сильно потому что вот если вы нанесете тонким слоем просушить и потом смоделируйте вторым тонким слоем просушить ее не думаю что да какие-то там будут проблемы на самом деле конечно каждый мастер подбирает подходящий для себя материал которому и им легче работать хорошо сейчас много выпускают до в разных фирм очень много разных материалов и конечно надо пробовать какой-то материал вам не придется по душе зато вы найдете какой-то может быть другой так ручку переворачиваем ручку переворачиваем мне нравятся эти ваши обожаю лампа эми новая или может быть туда какой-то стоит мастер-класс посмотреть вот допустим с моделированием базы гель-лака может быть знаете там допустим где-нибудь в инстаграм например рукать открыть чуть раньше вот они когда у нас цветные базы выходили летом по моему пролистать немножко ленту да посмотреть просто вот именно рекомендации по поводу моделирования может быть вы что-то свое такое найдете то что вам ну как бы будет более понятно как сделать чтобы этого этого не происходило так значит я покрыла четыре гель-лака взяла цветных семерка четверка вот они серенькие до лежат пятерка и двоечка сейчас они просохнут так и значит на смоделированный ноготочек с помощью цветной базы мы с вами будем наносить дизайн ну такой самый простой вариант конечно же задействовать сюда не только декорации еще можно добавить сюда и работу например техникой стемпинг да можно добавить сюда же и например вот я сейчас возьму базу номер 2 видите она такая самая самая такая пусечная такая вся такая нюдовая вся такая нежная и добавим давайте в работу например гель-лаки которые относятся коллекции loss and time здесь вот есть такой 394 номер и я думаю что он как раз очень будет хорошо сочетаться с нашей базы то есть базу используем как цветное покрытие а дополнительный цвет нанесем 394 коллекция loss and time так и я буквально вот так знаете как бы от балды буквально от балды вот так чуть-чуть по центру чтобы окончание вот этой вот кляксы были более аккуратные возьму кисточку например либо тоненькую либо например какую принципе любую удобную для вас я взяла идеальный мазочек номер ноль и просто аккуратненько аккуратненько добавила вот так вот то есть основной цвет у меня получается цвет базы а по центру добавила коллекция loss and time номер 394 цвет вот таким вот образом и просушиваю так просушиваем просушиваем и допустим давайте добавим с вами какой-нибудь орнамент с какой-нибудь пластиночки ну вот такой пластиночка она уже давным давно как бы есть в работе тем тем мастера которые интересуются допустим стемпингом я думаю что у многих есть сейчас я протру и возьму банально знаете белую эмпасту белую эмпасту белой эмпасты можно запросто работать в технике стемпинг с помощью овальной кисточки нанесу белую эмпасту ну например давайте вот такой будет у нас морозный узор тонким 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 слоем так конечно же нужно убрать все лишнее конечно же так ну и с помощью это эмпаста набирать на подушечку будем медленно спокойно нажимаем и поднимаем видите очень хорошо эмпаста набирается получается довольно таки четком так убираю пока в сторону и еще знаете например чтобы не вытирать липкий слой допустим чтобы например вот сейчас взять штампик да и поставить сюда рисунок можно взять и вот им пасту на штампике взять и немножко подсушить в лампе поднести к лампе буквально раз два три 4 5 подсушили я не буду вытирать дисперсию и теперь аккуратненько смотрю и ставлю отпечаток поднимаемся так вот эти штучки дрючки все уберем сейчас просушиваем просушиваем на самом деле можно как бы не сушить на штампике допустим там тоже им пасту ну просто знаете вот чтобы наверняка не размазалась если допустим ставишь отпечаток им пасты на цветное покрытие нужно убрать как минимум липкий слой либо покрыть топом без остаточной липкости ну а я вот так немножечко схитрила подсушила и она точно никуда не денется никуда не размажется все штампик очистила с помощью обезжиривателя потому что все таки это же у нас получается скажите что гелевая краска не лаковая краска до которую можно убрать с помощью там скотча или валика для чистки вот одежды так все отпечатался видите и теперь девчат нужно выбрать что мы сюда прикрепим ну я уже показывала да все варианты только что вот декорации которые у нас есть наличии и я сейчас судорожно ищу корзи она нашла корзинку ищу которые уже есть резанные нарезанные и мы сейчас с вами возьмем какую-нибудь декорацию виде слайдера приклеим на поверхность просто есть у меня уже используя начатые уже которые резала так сейчас сейчас ну давайте какой-нибудь хотела быстро найти нож как обычно так ну вот например коньки да мне нравятся они такие как найти как настоящие так все перчатку пришла в совершенно негодное состояние прорвали ногти перчатку так они прям как настоящие маленькие аккуратненькие но как настоящие смотрятся так вырезала картинку так мне нужна какая-нибудь мокренькая салфеточка но у меня тут есть коробочка а мы не спорим уже красиво а супер а супер стар подойдет к новогодним брать конечно мы сейчас следующий вариант сделаем как раз таки с гелевой краской супер стар нету фокуса давайте я сейчас чуть-чуть приподниму это просто потому что камера начинает искать на столе все что стоит рядом пытаюсь убирать все с экрана так все придумала вот такие коньки сюда пристроить так все подсушили на что будем прикреплять девчат если у вас есть слайдер топ то конечно же мы в основном работаем со слайдерами с помощью слайдер топа да нам нужна липкость хорошая если слайдер топа нет то можно промазать тоненьким слоем жидкой прозрачной базы без всяких проблем вот поэтому либо тонким слоем база либо тонким слоем слайдер топ просушиваем 10-15 секунд берем картинку нашу можно конечно с помощью пинцета можно если получилось руками так можно и руками так и аккуратненько прикрепляем вот эти вот узоры на поверхности смотрите вот тут вот так у меня получилось узоры на поверхности видите как бы можно прикрепить вот сюда еще цепочку золотую виде даст какого-то шарми кончика какой-то наклеечки а можно не заморачиваться просто нарисовать от руки причем возьму немножечко белой эмпасты и просушу просушу прикрепили просушили после этого девчат обязательно обязательно слайдер обработайте ультрабондом или праймером подсушили 10-15 секунд обработали ультрабондом или праймером пленочка на которой есть вот этот вот прорезиненный рисуночек она естественно растворится вся все это картиночка объемная она пропитается ультрабондом после того как высохнет на воздухе одну-две минуты закрываете сверху топом значит ну вот в этот момент я еще не пробовала но я думаю что вы видели уже рекламу у нас вышел новый топ dramatic топ гель видите значит и мы сейчас попробуем покрыть топом с красивыми блесточками да и сделаем как бы вывод как это классно смотрится или нет просто меня не было вот сейчас он уже появился в продаже и мы сейчас возьмем и воспользуемся так как будет что будет я пока еще не знаю ну конечно то что будет дорого-богато это будет однозначно так перекрываем так ну что хочу сказать там такие мелкие мелкие частички какого там такого как стеклярус что ли очень 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 как мелкий мелкий такой пигмент разного размера так и раз уж мы работаем с объемной картинкой так наносим все равномерно все блестит все блестит все переливается дорого-богато как положено в городе ростове-на-дону так и нужно обязательно конечно же убрать картинки лишнее можно с помощью например овала но мне больше нравится с кож этим с кисточкой для градиента она как бы так прострижена что очень удобно убирать лишний материал между всякими там листочками веточками и так далее так все лишнее убрали и просушиваем так ну вот получается такое так и просушиваем да просушиваем пока в лампе давайте просушим одну минутку а потом посмотрим поковыряем как же это то будет себя вести вообще как бы первый раз вот держу его в руках на самом деле очень хотелось жутко попробовать давайте знаете что сделаем я возьму сейчас наверное какой нибудь листочек бумаги просто попробуем нанести его на листочек бумажки посмотрим как он себя поведет давайте вот тут с краешку вау ну очень 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 много всяких разных таких блесточек разного размера переливается красиво но будет конечно круто смотреться на любых оттенках чё говорить будет классно смотреться надо будет теперь везде его куда только можно или нельзя нанести попробовать нарисовать черный френч на руках и перекрыть сверху вот таким топом блестящим думаю что тоже будет супер-пупер красиво смотреться на черном фоне так но мы с вами пока будем продолжать так просушили просушили так я хочу попробовать так липкости ну конечно же не имеет высыхает довольно таки быстро блестит хорошо ну не знаю по крайней мере ну пока у меня так определение прикольно так фокус на перчатки идет ага все хорошо видно набор супер стар подойдет для нового года конечно подойдет а это топ как ультрашайн да вот я первый раз его взяла в руки да на самом деле по ощущениям как ультрашайн получается девчат я сейчас еще просушу посмотрим потом поковыряем так давайте следующий вариант например сделаем что-нибудь на сереньком фоне и вот только что спрашивали подойдет ли супер стар до в коллекции супер стал есть такой вот замечательный гелевая такая замечательная гелевая краска серебряная до бриллиант серебряный бриллиант и так значит посмотрим об очень красивый плотный серенький цвет это гелевая краска и мы ее сейчас добавим в нашу работу так ну давайте сделаем вот так так на перчатка совсем у меня приказала долго жить так ну давайте вот так я допустим вот сделаю теперь на эту сторону на ту сторону у меня есть ту сторону теперь сделаем в другую сторону и так аккуратно опускаемся вниз остановились и прокладываем дорожку сверху вниз ну серебро конечно красиво сочетается с серым цветом серый цвет мы взяли в основу цветную базу эйсбэйс номер четыре номер четыре давайте чуть чуть пониже вот сюда в уголочке придумаем какую-нибудь картинку новогоднюю да то есть на базу на цветную нанесли сверху гелевую краску можно ли наносить на базу от гель-лака гелевой краски девчат если вы моделируете ноготь если вы не просто помазали и посушили а именно смоделировали то запросто можно нанести и гелевую краску в том числе просушиваем просушиваем так после того как просушили давайте определимся что мы туда будем прикреплять так ну на серенький цвет надо что-нибудь такое чтобы было хорошо видно я возьму так хотела птичку но она смотрит в другую сторону поэтому она мне не очень подойдет сейчас давайте вот такой цветочек возьмем да такой рождественский я все время знаете как бы меня такой немножко комплекс по поводу проведения набор супер старт ксения да конечно какая плотная красочка супер снегирь да ну у нас уже есть вариант со снегирем сделать таким с рождественским цветочком так все положила на мокрую салфеточку а пока лежит на мокрой салфеточке давайте мы с вами разделим да на зоны да наши на зону ответственности скажем так и мы уже говорили о том что возьмем работу пластиночку для стемпинга вот вот есть такая полосочка с бантиками да и возьмем давайте красочку красного цвета лаковая красочка от эми да так готовы подушечка у нас готова и и и мне нужна еще пластиночка салфеточка так ну что вытрем наверно липкий слой да вытрем липкий слой потому что стемпинг печатают либо она как бы технику до стемпинг либо вытирают липкость на поверхности либо покрывают топом безостаточной липкости так мы просто вытерли чтобы быть чуть-чуть побыстрее то и так я вошкаюся надоедаю вам своим присутствием долгим так ну что вот эти вот бантики нравятся мне красочку нанесли нужно делать все очень быстро быстро но спокойно и легким накатом практически не касаясь все есть бантики но только соседняя картинка мне совсем не нужно убираю с помощью скотча но у меня скотч просто прикреплен девчат краешку стола поэтому не видно как я убираю отпечатываем бантик здесь отпечатали так теперь еще разочек потому что недостаточно длины так пусть пока полежит и мне нужно аккуратненько убрать красочку с поверхности сейчас я возьму девчат вытру стемпинг это конечно очень хорошо но вот эти моменты когда нужно бесконечно вытирать убивает не столько сделал сколько генеральную уборку наводишь потом на пластине но не без этого зато облегчает конечно же работу да в рисовании все вытерла слава богу так теперь еще разочек так бантики где мои вот они чуть-чуть побольше краски нанесу конечно жалко ты все равно потом как бы ее убираешь но не так быстро высохнет так убираю пока все лишнее с помощью скотча который прикреплен у меня на столе видно вот бантики тут вот не буду потому что тут все это закроется цветочком высыхает лаковая краска на воздухе конечно же ничего сушить не надо так и в принципе в принципе нам остается только прикрепить но можно вот сюда вот на серую сторону а добавить присоединилась обычный лак подойдет сделать степень да подойдет лак да подойдет почему нет если он пигментирован сильно но как правило лучше специальный купить не я не спорю конечно всегда лучше что-то специальное покупать абсолютно я согласна полностью но в конце концов черный белый гель-лак как правило вы знаете подходит надо просто попробовать надо просто попробовать потому что все равно мы же пользуемся с вами разными допустим там скажите разными материалами разных производителей знаете у кого-то лак более жидкий у кого-то лак более плотный так что надо просто попробовать и потом уже сделать выводы так можно взять например с помощью опять же я тут пластиночку пока вытерла пока не столько делаешь сколько занимаешься вымыванием пластиночки но не без этого я думаю те кто работа с пластинкой понимает меня так а еще когда надо же на показ чтобы не сильно упасть грязь лицом так вообще давайте вот сюда например просто возьмем и отпечатаем какие-нибудь снежиночки видно вот тут вот у меня я возьму импасты вот импасты работать и с пластинкой для стемпинга самом деле мне конечно больше нравится чем любым лаком лаковой краской потому что импаста она видите она не сохнет и сохнет не высыхает пока ты в лампу не поставишь поэтому бошкаться можно до бесконечности вот так вот даже вот аккуратненько найти как бы пластиночка все убрали все лишнее так взяли подушечку убрали с нее все лишнее так и нажали и поднимаем спокойно медленно очень хорошо забирают свою импасту и я наверное вот здесь вот на уголочек сейчас возьму и отпечатаю снежиночки и они принципе будут видны хорошо буквально звездочками вот так ну все а импасту конечно придется подсушить в лампе да главное не забыть заполимеризовать да конечно же просушиваем однозначно согласна краску не забыть сразу вытереть лаковую импасту не забыть сразу просушить ну короче очень много всяких условностей ну когда ты сидишь спокойно работаешь с клиентом конечно все это спокойно а когда ты сидишь и нервничаешь на камеру конечно это смотрится совершенно это по-дурацки так на наш раздественский цветочек уже готов к тому чтобы прикрепить его на поверхность поэтому берем слайдер топ да либо базу у меня слайдер топ прикрепляем напоминаю что мы сегодня с вами в основу взяли цветные базы и в данном случае у нас sbs номер 4 вот такая красивая серенькая видите очень плотные цвета даже они друг друга перекрывают вот и не надо наносить очень жирный толстый слой вот поэтому как бы очень тонким слоем моделируйте ручку переворачиваете и все то есть как бы очень удобно работать и видите например вы смоделировали цветной базы ноготь вот это как бы вот научиться бы сделать быстро идеально знаете как бы и сразу покрыть топом все и у вас получается очень быстрый результат скажем так вашей работы но естественно ни в коем случае там цена не уменьшается вашей работы до вашей коррекции там покрытие гель-лаком и так далее так решила покрутить цветочек и думаю гибло это дело можно и так можно и так за мне почему-то хочется чтобы вот этот листик как-то вниз что ли смотрел вот так вот вот так хочу вот чтобы листочки вниз все прикрепили подсушили обязательно обработали праймером или ультрабондом объемную картинку я тут чуть раньше видела вопрос чем отличаются наклеечки от от слайдеров на самом деле как бы слайдеры так и переводные картинки которые размокают водички а наклеечки просто снимаются с носителя и приклеиваются да то есть как бы и если наклеечку наклеиваете это еще с праймером девчата обрабатываю удаляю лишнюю пленку обрабатываем пропитываем так высыхает на воздухе и после этого закрываем ну здесь у меня достаточно большое количество от серого цвета блестящего давайте я не буду этот топ покрывать новым топом с которой с блесточками а просто покроем каким-нибудь например ультрашайна в нашем случае да или теклосом покрываем ультрашайн это ультраблеск хорошенечко прокрываем ноготочек натягиваем топ на поверхность вытираю кисточку об лакончик и убираю все излишки вот в таком нежном сером цвете будет да у нас вариант добавлением красненького праздник какой-то так ну и конечно же убираем лишнее с непосредственно с поверхности объемной картинки вот отсюда вот немножко кисточкой аккуратненько лишнее чтобы картинка имела сохраняла свой объем просушиваем просушиваем так вы давайте еще один еще 15 минуточек есть я думаю что успеем давайте сделаем с вами вариант вот такой вот красивый красненький видно в основе у нас база номер 7 цветная база номер семь вот такой имеет красивый цвет ультрафиолете светится с неоновым таким пигментом красивым красным давайте добавим сюда немножечко в работу например например смотрите вот допустим возьмем капельку красненького цвета такого бордового коллекция loss and time и цвет номер триста восемьдесят восьмой капелька такого гель-лака давайте например возьмем капельку из этой же коллекции триста восемьдесят девятый номер коллекция loss and time последняя коллекция которая выходила зима осень выдавайте в серединочку очень много таких вариантов делают в интернет выставляют девчонки эти когда вот набирают там два три цвета на кончик кисточки давайте вот так вот перламутрика немножко нам добавит и давайте что-нибудь темненькое ну можно было бы черненького но коллекция loss and time стоит перед глазами поэтому вот так немножко и теперь кисточка для градиента и сверху просушенные базы так ну конечно же надо чего-нибудь там перемешать как-нибудь вот так так тык 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 просто капельку чуть-чуть перемешать я хочу просто чтоб чуть чуть добавить цвета до к нашему красивому может быть будем потом добавлять еще она посмотрим да возьму еще немножко а то что-то прям совсем поскромничала никогда не поздно вмешаться какой-нибудь дополнительной кисточкой сейчас девчат найду что-нибудь если найду обязана найти давайте вот тут вот аккуратненько вот сюда снесем вниз коллекция loss and time да подключилась у нас просушиваем просушиваем елена спрашивает картинка не будет стираться без топа нет вы знаете ли он не будет она пропитывается ультрабондом и топом видите вот ее можно будет потом только спилить видите они имеют объем они напитываются ультрабондом и топовым покрытием и становятся такими прям дубовыми как камень то есть вы не совсем совсем убираете да просто как бы излишки убирайте для того чтобы картиночка была более такой объемной оставалась они же все-таки объемные картинки там 3d и 5d много сейчас таких картинок упускают не только компания эми так здесь давайте добавим немножечко опять же с помощью белой эмпасты добавим немножко блеск снежка скажем так видите вот картинка очень мне нравятся эти снежинки можно на любой фон добавлять это белая эмпаста убираем все лишнее так штампик конечно же не вытерла от предыдущей работы придется вытирать сейчас так нажали подняли пластинку убираем это эмпаста давайте вот сюда чуть-чуть вот сюда видно получается снежиночки такие просушиваем просушиваем и опять же сейчас определимся быстренько с колокольчиком который хотим там какой-нибудь колокольчик звездочку и так далее прикрепим так 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 давайте вот так например вот на веточке такого желтенького цвета положу пока в водичку колокольчик схватила так и и и я хочу прикрепить какой-нибудь шармикончик в виде какой-нибудь цепочки сейчас я найду так нашла почти нашла нашла корзину по крайней мере где лежит до нашла вот эти вот цепочки которые тоже к новому году относятся и теперь приклею она будет малюсенькая можно только например там под нее вытереть допустим липкость под полосочкой который хочу наклеить приклеили покрыли слайдер топом подсушила так взяла картиночку видите сегодня колокольчик выбрала возьмем потому что там тоже если цветочек и колокольчик с веточкой прикрепили можно чуть повыше можно сюда что-нибудь да тоже какой-нибудь стемпинг поставить там допустим с пластинки взять какую-нибудь поздравлялку мэри крисманс да или с новым годом или что-то такое рада вас видеть олечка пишет я тоже вас рада видеть спасибо так что-нибудь сюда вот можно было бы на этот фон хотя с этой стороны у нас в принципе есть снежинки блесточки да поэтому смысла я не вижу ну по крайней мере это уже кому-то больше нравится на самом деле самое главное мне было задействовать цветные базы так подсушиваем обрабатываем ультрабондом или праймером так и и позык будем закрывать топом высыхает на воздухе одну-две минутки так все убираем с камеры чтоб не фокусировала ничего так и закрываем ну я возьму ультрабонд вот возьму ультрабонд простите девчата ультрабонд я уже взяла обработала взяла ультрашайн так и покрываю сверху топом движение судорожные нервные на самом деле конечно же от кутикулы вниз к свободному краешку и теперь какой-нибудь кисточкой которая лежит рядом под руками просто с картинки не надо до конца вы просто как будто бы аккуратненько убираете немножечко лишнего топа чтобы объему картиночки сохранить и просушиваем и просушиваем так ну и у меня один типсик остался не задействован это база номер пять пять красивый такой цвет камуфлирующий давайте я на него просто нанесу допустим мы с вами моделировали цветной базы ноготочек просушили а сверху просто закрыли топом не любит наш клиент рисовать ничего она даже не представляет как мы рады ее видеть вот поэтому новый шикарный топ без липкого слоя с большим количеством вот такой вот всяких блесточек и стекляруса конечно же будет очень круто смотреться без всяких дизайнов все здорово спасибо большое со слайдером со стразами как вы работаете топом как выбираете сейчас быстренько поставлю сушить это я пытаюсь вам девчата рассказать что вышла новая новый топ драматик стоп с огромным большим количеством вот таких вот мелких вот блесточек внутри себя очень красиво будет смотреться на любом фоне просушиваю отвечая на последний вопрос итак а со слайдером со слайдером со стразами как вы работаете топом как покрываете стразики мы ставим на готовый ноготочек значит полностью просушенный ноготь уже покрыто все топом может быть матовым может быть глянцевым неважного ставим капельку базы притапливаем стразик в этой капельке просушиваем и с помощью тонкой кисточки и топа без остаточной липкости обводим вокруг стразинки то есть делаем так что как будто стразинка стоит в такой вот как бы в чашечке в держателе тогда сразу очень хорошо стоят а со слайдером со слайдером мы только что вот со слайдером работали даже с объемными водички намокает основа бумажная бумажную основу снимаете прикрепляете закрываете топом предварительно обработав праймером или ультрабондом для того чтобы было хорошее сцепление праймер ультрабонд растворяет лаковую пленочку на которой наносится вот этот вот картиночка и тогда оно хорошо стоит и держится итак ну мы практически уложились в наш час я сейчас делаю вот так поставлю на экранчик может быть кто-то сделает скрин 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 с экрана и может быть как раз таки вам и пригодится в работе наши варианты которые мы сегодня с вами предложили взяв в основу цвета эйс бейс да цветные базы от эми и здесь у нас данный момент Продолжение следует...